Добрый день, уважаемые подписчики! С вами снова рубрика «Экспонат месяцев». Наши постоянные зрители наверняка знают. 2023 год для Тимиртаусского музея юбилей. Нам исполняется 50 лет. И мы продолжаем рассказывать вам интересные истории о самых интересных экспонатах наших фондов. И сегодня мы хотим представить вам старейший выпуск городской газеты, хранящейся в фондах нашего музея. Это выпуск газеты «Тимиртаусский рабочий» за номером 13 от 20 декабря 1947 года. Сейчас вас наверняка мучает вопрос. А почему сохранён 13 выпуск, а не первый? Что было бы, возможно, даже логичней? Но этот выпуск был очень ценен для жителей города Тимиртау в 1947 году. И ценен он был по двум причинам. Первая причина располагается на первой странице. Статья об историческом событии об отмене хлебных карточек. Представьте, только что, буквально два года назад отгремела Великая Отечественная война. И всего два года понадобилось, чтобы огромная страна восстановилась достаточно, чтобы отменить скудные пайки военного времени. Теперь люди могли покупать столько хлеба, сколько им было нужно. Вторая причина находится на второй странице «Тимиртаусского рабочего». Это список кандидатов в депутаты городского совета. Опять же, возможно, вы не понимаете, в чём так ценна эта статья. А ответ, как всегда, очень прост. В 1945 году Тимиртау получает статус города. И опять же, всего два года, и город создаёт собственный совет депутатов трудящихся. То есть мы получаем собственное управление. Для города это были очень-очень значимые события. Поэтому и была сохранена эта страница. Но мы бы не стали доставать эту страницу, чтобы рассказать вам только об их статьях. Мы хотим вам рассказать и о первой городской газете города Тимиртау. Естественно, печатные здания были и до тимиртанского рабочего. Ещё не было города Тимиртау. На реке Нурад стоял посёлок Самаркандский. Строительный трест Казмитулургстрой, который возводил казахский передельный завод, с 1943 года выпускал свою газету под названием «Строитель». Но это издание было ведомственным. То есть рассказывала она о жизни строителей, работников треста, как правило, и об их жизни. И какие-то моменты истории города, тогда ещё посёлка, они могли не освещать, просто потому что главная их тема – строитель. И вот 2 ноября 1947 года первая городская типография выпускает свою первую дебютную продукцию. Это первый номер газеты «Тимиртауский рабочий». Первый штат журналистов был достаточно неопытен. Главным редактором был учитель истории школы номер 26 Ярин Георгий Андреевич. Чтобы помочь неопытным журналистам, газета «Социалистическая Караганда» прислала ответственного секретаря Лаврова Владимира Георгиевича. Этот человек очень помог журналистам на первых порах. Именно он приводил в порядок первые статьи ещё неопытных журналистов. И стоит отметить тот факт, что в «Тимиртауском рабочем» печатались не только штатные журналисты, в нём мог напечататься любой житель города Тимиртау, даже самый юный. Самое главное, чтобы статья была интересной. Благодаря этому тираж «Тимиртауского рабочего» в дебютном выпуске был всего одна тысяча экземпляров. Но обратите на маленький момент. Вот здесь, на копии второй страницы, у нас есть пометка «Тираж полторы тысячи экземпляров». То есть, заметьте, всего за месяц тираж вырос на 500 экземпляров. Всего 10 лет понадобилось газете, чтобы вырасти до 4 тысяч экземпляров. А в 1987 году газета издавалась тиражом 45 тысяч экземпляров. Согласитесь, очень приличная цифра. Надо отметить, что когда «Тимиртауский рабочий» только-только начал выпускаться, почта работала не самым лучшим образом. В городе «Тимиртау» было всего одно почтовое отделение. И новости доходили довольно долго. Именно поэтому городская газета была очень нужна. И нужна была городская типография, которая бы быстро печатала и выпускала в продажу газету. К примеру, газета «Строитель» была вынуждена отправлять свои статьи в Караганду на телеге с лошадью. И затем через несколько дней приезжала она в город и привозила готовые экземпляры. Согласитесь, это всё-таки значительное достижение для небольшого в 40-е-е-то года города. Вот такая вот история. Конечно, сейчас нам, наверное, немножечко смешно слушать про такие тиражи и про такие долгие, долгое время печати. Но сейчас мы можем узнавать новости в интернете. А вот такие газеты становятся, к сожалению, частью истории. Но, согласитесь, очень интересной частью нашей городской истории. Большое спасибо, что вы продолжаете подключаться к нам, что вы продолжаете смотреть наш проект и слушать его. А мы обещаем вам ещё много интересных историй в год нашего юбилея. Благодарим за внимание. Продолжение следует...